В Англию я поехала, продав свой автомобиль. Наверное, надо сказать спасибо отцу, что он мне когда-то подарил всё-таки одну дорогую вещь в моей жизни. За все годы после того, как он покинул нашу семью, это был, наверное, единственный подарок. Да, я продала этот автомобиль через год после того, как приобрела его. И поехала на эти деньги в Лондон. Этих денег мне хватило ровно на один год. Потом нашла работу и стала сама зарабатывать. Поэтому машина, да, это был первоначальный капитал моего основания в Англии. Потом я, конечно, пыталась зацепиться там, как-то продлевала свои курсы английского языка. Училась в двух университетах. Но об этом, обо всём я уже всё рассказывала. И да, моя жизнь там, несмотря на все сложности, трудности, перипетии и даже трагедии, была очень счастливой. Я ходила, у меня глаза светились счастьем, и я впитывала всё как губка. Их культуру, их традиции, архитектуру. Я знаю о Лондоне столько, сколько, может быть, даже не каждый местный житель, который там родился и живёт, знает о нём. Ну, обо всём о том, что я узнавала и до сих пор узнаю, я рассказываю на своём канале. Надеюсь, вам эта информация когда-нибудь пригодится или просто интересно послушать, как живут в другой стране. Меня часто спрашивают, сложно ли было освоить английский язык, как я прошла языковой барьер, и вообще, как мне даются языки. Языки мне даются очень тяжело. Вообще не даются, можно так сказать. Я изучала английский 20 лет в школе, в музыкальном училище, в Академии культуры. И когда приехала в Англию, я поняла, что я вообще его не знаю. Плотно, ежедневно я стала заниматься на курсах английского языка уже в Лондоне. И за три года я его более-менее освоила. Но всё равно до сих пор я продолжаю его изучать. И до сих пор не чувствую себя уверенной в том или ином произношении, в той или иной грамматике. Но надо сказать огромное спасибо англичанам за их доброе отношение ко всем иностранцам. Особенно в Лондоне они привыкли уже к разным диалектам, к разным произношениям. И пытаются понять тебя, пытаются помочь тебе найти правильное слово, сказать грамматически правильно. Я очень благодарна тем людям, с которыми я выгуливала собак. В основном они мне что-то рассказывали про свою жизнь, я им тоже. Они говорили, наверное, вот так. Я говорю, а да, вот так. И, наверное, только благодаря общению с истинными англичанами я узнала, как правильно произносить то или иное слово, то есть куда ставить акценты, как правильно составить грамматические предложения. Все правила, которым нас учат, они вот как-то не работают у меня в голове. Это сложно объяснить, но языковой барьер я прошла именно в общении с самими англичанами. Даже не в школе английского языка, где нас тоже обучали англоговорящие люди. На русском у нас там ничего вообще, ни одного слова не звучало. И когда ты общаешься с этими англичанами, они же тебе что-то тоже свое рассказывают. Ну, постепенно все как бы приходит на автомат, и ты автоматически выговариваешь ту или иную фразу, не думая о том прошедшее время или постпрошедшее или недопрошедшее. Ну, кто знает, английский поймет, о чем я. В общем, английский я наконец-то освоила. Ну, конечно, два высших образования мне тоже в этом помогли, но до сих пор какие-то темы, которых я еще не касалась, проживая в Англии, я, конечно же, не знаю, но постепенно оно все накапливается, и ты уже начинаешь оперировать новыми словами. Для тех, кто не может пройти языковой барьер, я очень рекомендую посмотреть фильм под названием «Инглиш в инглиш». Вот реально я испытывала те же самые трудности иммигранта, который приехал учить язык в чужую страну. И как они через это проходили, и с чем тебе приходится сталкиваться, вот как раз-таки про тот самый языковой барьер, посмотрите. Меня зовут Анастасия, и я шопоголик. Так я могла сказать в 2014 году, когда впервые стала получать приличную сумму денег, 150 фунтов в неделю, будучи студентом и работая всего 3 часа в день, у меня появились лишние деньги, и я стала тратить направо и налево там, что захотела, пошла, купила в магазин, то юбочку, то платьишко. А потом в моей жизни появился eBay. Это такой сайт, где продаются как старые, так и новые вещи, типа Авито в России. Но только там есть такая как бы игра, можно делать бит, то есть свою ставку на какую-то вещь, которую ты хочешь купить, и там в течение 7 дней кто сделает ставку выше, тот и забирает этот товар. И вот я на эти биты подсела. Мне так хотелось боди-лосьоны. И я решила зайти на eBay и там поиграть в лотерейку. Выиграю, не выиграю. Так вот, пока я перебирала этот список боди-лосьонов, мне этот нравился, мне тот нравился. И там везде я делала ставки. Ну, если в районе фунта, то можно было купить. Вообще боди-лосьоны в районе 10 фунтов стоят хорошие. Но людям дарят на Рождество, на Новый год подарки, которые им не нужны. Поэтому они выставляют их, то есть они даже не пользовались ими. Выставляют на продажу с минимальной ставкой. И там кто будет повышать, тот и выиграет. Итак, знаете, сколько я битов наставила? Штук 20. И представляете, что практически все выиграла. И за это все мне пришлось платить. И потом в течение двух недель мне приходили по почте все эти боди-лосьоны. Я не знала уже, куда их деть и как от них избавиться. В итоге вот так вот я почувствовала вот это вот напряжение, что у меня очень много скопилось лишнего и ненужного. И я подумала, окей, все, хватит, пора с этим завязывать. А накануне, где-то в начале своего обучения на курсах английского языка, в 11, наверное, в 12 году, я уже что-то умела читать к тому времени, я в библиотеке купила книжку, там у них в библиотеках продаются старые книжки по 50 центов по одному фунту, купила книжку, называется «Шопоголик». Видели этот фильм, где такая рыженькая девушка постоянно хотела один шарф? Вот эта вот прямо история была описана в книжке на английском языке. И вот в ситуации с этими боди-лосьонами я прямо и почувствовала себя вот этой героиней. Помимо этого, там, ходишь, гуляешь с собаками, тебе там 10 фунтов в час платят, еще какие-то подработки были, и ты такой, о, сегодня я заработала за час, пойду-ка я в Текимакс, что-нибудь куплю себе такое. Ну, хочется какой-нибудь новинки, я понимаю, девушка. Я когда уезжала из Лондона, в экстренном порядке мне пришлось собирать все свои вещи и из них выбрать только одну, наверное, десятую часть того, что я увезу с собой в двух чемоданах. Остальные вещи все пришлось выкинуть. Я прямо по вечерам выносила из дома и писала на заборе табличку «Take me, please». Ну, там такая традиция, если людям не нужна вещь, они просто выносят и ставят, кладут рядом с домом и пишут записку «Возьми меня домой». И кто-то забирает. Так вот, поначалу у меня все практически, вся моя одежда улетела. Я уверена, что люди продавали потом ее на ebay или в каких-нибудь комиссионных магазинах, но я, к сожалению, не могла, потому что мне сказали очистить дом перед продажей прямо накануне моего вылета обратно домой. И у меня был ровно день, когда я могла избавиться от вещей. Потом еще с тремя чемоданами на каблуках в шикарном зимнем пальто потащилась в аэропорт и полетела домой в Россию. Вот. А потом за год, когда я уже вернулась, когда я уже получила деньги с продажи дома, я восстановила, конечно, свой гардероб, купила все новенькое и только нужное. Я предпочитаю сейчас покупать одну дорогую вещь, качественную, из хорошего материала, нежели 10 вещей из обычных простых магазинов. Вот англичане, допустим, парятся по поводу экологии. У них есть платный въезд в центр города. Если машина на бензине, то ты должен платить 20 фунтов в день за то, чтобы проехаться по центру. Они сортируют мусор, они относят все свои старые вещи в чарити-шопы, то есть комиссионки, где как раз-таки я, одна из бедных студентов, закупалась. А у нас что? Выходишь во двор, и просто практически у каждого подъезда стоят пакеты с какими-то вещами, причем дорогими иногда вещами, брендовыми вещами, только бы кто-нибудь взял. Ну, жалко выкидывать. Я понимаю, ну зачем вы столько покупаете? Товарищи, мы зажрались. У нас такое общество употребления, что просто пора хвататься за голову. Я тоже этим страдала, но пришла к тому, что уже два года ничего себе не покупаю. Одни только ботинки на осень купила. Но, конечно, такое общество употребления, которое я вижу сейчас в России, меня очень сильно пугает. И в связи с этим я рекомендую вам посмотреть один из моих любимых фильмов, «Прекрасное зеленое» называется, про планету, про технологический коллапс, к которому мы сейчас, в принципе, пришли, и про ту прекрасную зеленую планету, в которой бы я хотела жить. Мне приходилось покупать очень дешевую еду, прямо буквально, знаете, у них там пишут «basic», то есть самую базовую такую, макароны, рис, в общем, крупы. Ну, правда, я раз в неделю покупала там или рыбку, или курицу, это все я уже рассказывала. В свой первый год я вот ездила, помню, в имбилдоне жила, ездила закупаться в универмаг, я тратила ровно 10 фунтов в неделю. Это 1000 рублей в неделю. Закупала все согласно списку, который у меня был, в принципе, на каждую неделю. Два килограмма картошки, две упаковки вермишели, яблоки, ну, какие-то фрукты, но яблоки я чаще всего брала, а сколько же ими питалась. Ну, и упаковку курицы. Буквально прямо вот такой бомж-пакет, можно так сказать. И около года я вот питалась такими вот продуктами, потому что зарплаты практически не было. Оплачивала я уже комнату сама, и мой банковский счет постепенно уменьшался, и приходил к полному нулю. Ну, потом я уже нашла работу и стала лучше питаться. А так, в принципе, одежду, допустим, я покупала на деньги, которые нашла на асфальте. Иногда и такое случалось. Или, ну, где-то подработала там, с собаками погуляла, борщ сварила и так далее. Ну, или в чарити-магазинах, это такие английские комиссионки, там очень приличные одежды продаются буквально за 1-2 фунта. В общем, как-то выживала, деньги откладывала. Надо было платить около 10 тысяч фунтов в год за обучение в университете. В итоге вот удалось накопить. За первый год заплатила, за второй, за третий. Так вот работы находились хорошие, какие-то подработки. И дожила даже до такого, что когда я приехала на королевские скачки в Аскоте, меня леди оплепили и спрашивали, где же я купила такую красивую сумочку. Сумочка у меня была в какой-то разноцветный квадратик. Ну, так, так как у меня черный наряд был, решила выпендриться при помощи сумки. И они все были в восторге от этой сумки. Я аж даже не знала, куда ее деть потом, чтобы меня больше не спрашивали. Я купила ее в чарити-шопе, то есть в комиссионке. Ну, я им уж не стала говорить, я всем говорила, что это секретно. Представляете, леди из высшего общества спрашивают, где я закупаюсь. А я закупаюсь в чарити. Вот, так что да, развлечений мне хватало, так как я работала репортером. Мне всегда хотелось куда-то попасть. Балет, КВН, театр, там какие-то красные дорожки. Я развлекалась бесплатно. Репортер везде у нас в почете, как говорится. То есть развлечений мне хватало. Поездки. Поездки, это, наверное, основная моя трата проживания и пропитания. Поездки на метро туда-обратно. И плюс еще, естественно, каждый год я хотела куда-то выезжать на море. Да, я ездила и в Испанию, и в Дубай, и все за свой счет. И это было очень дешево, так как в Европе летают лоукостеры. И там один билет в один конец стоит 20 евро. 20 евро, это, ну, как бы мне два раза погулять с собаками, два часа. То есть, представляете, за два дня прогулки с собаками я улетела в Испанию. То есть четыре дня я погуляла, я съездила в Испанию туда и обратно. Ну, конечно, там еще за отель надо заплатить. Так что экономия моя все, я успевала накопить и на университет, и смотаться в Испанию, и развлечься где-то на каких-то концертах и вечеринках. Поэтому, да, наверное, из-за этого я люблю Англию, потому что она мне дает возможности, дает возможности делать то, что я хочу, ездить куда хочу, ходить куда хочу. В общем, я сейчас никуда не хожу, ни на что не трачу, и точно так же, считай, экономлю. А знаете, на чем я больше всего сэкономила? Я никогда не хожу по ресторанам и кафе. Мне не нравится то, что готовят в ресторанах. Очень редко бывает так, чтобы я прямо была счастлива. Я была счастлива, кстати, от пабов. Английские пабы — это мое все. Но ходила я туда раз в три месяца или раз в шесть месяцев. Знаете, у нас на курсах английского языка был семестр, по-моему, шесть месяцев шел. Один семестр, и была такая традиция после закрытия, после сдачи экзаменов с этого семестра, мы всем классом ходили в ближайший паб. Вот там классно. Я очень люблю пикники, вообще питаться на природе своей домашней едой, которую я приготовлю. Я всегда приглашала всех друзей в Англии на пикники, и, в принципе, вот от этого я всегда получала кайф. Даже в какие-то поездки. Я делала свои бутерброды и брала с собой, таскала в рюкзаке, хоть и тяжело, но зато это мне обошлось в 50 центов, а не в 5 фунтов, которые я бы купила по пути в кафе. Да, таскала на себе. Ну и что? Зато я оплатила свой курс обучения, отучилась, получила диплом. Ну и в заключении, наверное, основная фраза, мой девиз по жизни – «всё, что не делается, всё к лучшему». Я искренне верю в то, что все трудности, проблемы, через которые мы проходим в своей жизни, они к чему-то нас ведут. Ну, для чего мы пришли в этот мир? Наверное, чтобы что-то понять, что-то осознать. И на данный момент вот я думаю, ну раз не даётся мне Лондон, значит, для чего-то мне надо сейчас побыть дома. Я уверена, что я в Лондон вернусь. Вот у меня, знаете, когда посылаешь посыл в космос, он у меня постоянный. Я буду жить в Лондоне, я ничего не знаю и знать не хочу. Я даже сейчас мысленно живу там. А так, ну вот сколько я не замечала за собой, вот, допустим, пошла я в недвижимость работать. Я ничего здесь не заработала, но те знания, те навыки, которые мне дала эта работа, тот опыт мне пригодился в Лондоне, когда я продавала дом брата, когда я закрывала его ипотеку, когда я вступала в наследство и так далее. То есть, да, там, конечно, всё по-другому, не так, как у нас. Мне пришлось даже на Библии там поклясться. И в итоге у меня всё получилось. И в итоге я все его дела закрыла. Тот опыт, который я накопила в Петербурге, мне помог там справиться со всеми вот этими финансовыми, ипотечными и другими трудностями. Поэтому я верю, что все сложности, которые нам даёт судьба, мы должны сами пройти. Вот я и прохожу свой путь. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.